Я нахожусь на берегу Дона, в том месте, где на другом берегу Дона находится Галичья скала или Галичья гора. Что это такое? Это место считается заповедником. И в заповеднике имеется несколько различных мест, шесть по-моему, которые имеют свое определенное название. Чем знаменательна Галичья гора? Она знаменательна тем, что считается, что во время ледникового периода здесь ледник на это место не покрывал, и здесь осталась очень богатая флора. Здесь имеется до 65 различных наименований растений, причем даже таких растений, которых в природе, вот именно в этой местности не существует. Напротив Галичьей горы, по другой стороне, чуть там в отдалении, находится Морозова гора. И в ее районе есть так называемый птичий заповедник. Говорят, что он занесен в книгу рекордов Гиннесса, как самый маленький заповедник, который имеется в природе. Когда мы туда пришли, я увидел птиц, которые привязаны на веревочках. У меня возникло чувство жалости к этим птицам и какое-то разочарование. Но затем возникла вот какая интересная штука. Оказывается, одна и та же картинка, которую мы видим, она может иметь несколько значений. Есть птица, которая сидит на привязи, и она не может улететь. Скажем, это птица филин. В природе филинов уже практически не осталось, их очень мало. Это редкая вымирающая птица. Получается, что люди, которые работают в этом заповеднике, они сберегают определенный вид птицы. И это хорошо. Я же взглянул со стороны. Птица привязана и не может улететь. Она не имеет свободы. Это плохо. Третий вариант. Птица, которая там сидит уже 6 лет, ей бы лучше умереть и не жить. И она бы уже пошла перерабатывать свою карму. И это опять хорошо. Четвертый вариант. Птица может клюнуть человека, который ее там трогает. Но она не клюет, и видимо ее все устраивает. Ее кормят, поят. И она опять же отрабатывает таким образом свою карму, тренирует свою толерантность. И это хорошо. И до тех пор, пока мы будем каждой картинке, которую мы видим, давать вот такие оценки. Хорошо-плохо, хорошо-плохо, хорошо-плохо. Мы будем просто сами себя закапывать в песок и видеть мир в каких-то оценочных категориях. Поэтому я предпочел взглянуть на эту ситуацию со следующей стороны. Раз это имеет место быть, то значит это все по воле свыше. Все, что происходит с нами, все, что есть, независимо от того, какую мы оценку выносим, если оно имеет место быть, оно имеет место быть в творении. И оно сотворено творцом, и оно есть составляющая этого творения. И нам порой не дано понять, почему так происходит та или иная ситуация. Вот такие философские размышления навеял на меня птичий заповедник, галичья скала, на которой много-много растений, которых я даже не знаю и никогда не видел. И что бы еще хотелось мне сказать, в общем, то, что жизнь прекрасна и удивительна. И я продолжаю двигаться дальше по своему пути. Желаю вам удачи в вашем пути. И до встречи на тех перекрестках, где мы с вами со всеми когда-нибудь, может быть, встретимся. И как всегда круто. Субтитры сделал DimaTorzok Присутствующих на берегу Дона. Река Дон, май 2015. Как они растели. Правда, только-то замолчали, статили лягушки. Знаете, как это... По мгновению было палочки режиссера. Про mгновение. Ну, давай. Капы, накида.